Приветствую! Поговорим о ситуации с полицией в Днепре. Трагедия, однозначно трагедия. Трагедия, которая унесла одну жизнь и сломала несколько жизней. Дети, которые остались без отца, жена, которая осталась без мужа, родители, скорее всего, которые потеряли сына. Да и давайте не забывать про полицейского, который тоже таким поступком себе, скорее всего, тоже сломал жизнь. Ну а мы с вами поговорим о полномочиях полиции по применению оружия. Имеет ли полиция право применять оружие против граждан Украины? В каких случаях она имеет это право делать? И каков порядок применения оружия? Должна ли полиция предупреждать о применении оружия? Должна ли сделать предупредительный выстрел в воздух? Вот с этими вопросами мы сейчас с вами и разберемся. И поможет нам в этом вопросе, естественно, закон Украины. Закон Украины о национальной полиции. В этом законе есть целый раздел, который называется полицейские заходы. То есть те меры, которые могут применять полиция к гражданам Украины. Да, в определенных законам случаи. И почему я начинаю с этого вопроса? Потому что применение оружия это один из полицейских заходов. И как каждому полицейскому заходу есть требования. И вот давайте посмотрим в первую очередь, какие же это требования. Ось. Обранный полицейский заход должен быть законным, необходимым, пропорционным и эффективным. И вот здесь, конечно, мы дальше можем почитать. Что такое законный заход? Ну, если он визначен законно. А вот посмотрим, что такое необходимый заход. Захид является необходимым, если для выполнения повноважений полиции не возможно использовать другой заход, а его использование будет неэффективным. А также, если такой заход заподяет наименшую шкоду как адресату, так и другим человеком. О чем это говорит? О том, что перед тем, как применять оружие, вы должны применить иные средства блокирования человека, назовем это так, чтобы причинить ему наименьший ущерб. А давайте посмотрим дальше. То есть должно быть соотношение между тем, что человек делает, и какие меры пресечения этих действий применяет полиция. И давайте теперь посмотрим дальше. Можно ли применять оружие? Да, можно. Вот есть у нас статья 46 закона Украины о национальной полиции, которая называется «Застосование вогнепальной сброи». И здесь есть перечень случаев, когда полицейский может застосовывать сброю. Ну, а мы его сейчас не будем смотреть, мы пропустим. Ссылочку я дам вам в описании к этому видео. Вы сможете зайти, почитать самостоятельно. А сейчас, чтобы не затягивать видео, да, я хочу показать вот именно то, что может, ну, наиболее приближено к нашей ситуации, о которой мы сегодня говорим. Порядок применения оружия. Смотрите, часть 5. Полицейский, уповноваженный, застосовывать вогнепальную сброю только после попереджения про необходимость прекращения противоправных действий и намер использования захода примусу, визначенного целью статьей. И, соответственно, вот все, кто писали там у меня в комментариях в Телеграм-канале, что полицейский должен был предупредить, действительно, вот в законе прямо написано, что полицейский должен предупредить. Но, кстати, обратите внимание, что предупредительный выстрел не должен делаться. Хотя это, на мой взгляд, очень было бы правильно, да, потому что звук выстрела, ну, он обычно людей отрезвляет, и его просто необходимо делать. Но здесь закон не указывает нам, да, как нужно предупреждать о применении оружия. Но, как минимум, нужно предупредить. Но, как и всегда, в действующем законодательстве Украины есть исключение из правила. И вот именно здесь, поскольку мы видели с вами, что полицейский не предупредил о применении оружия, вот именно в части 6 и будет, пожалуй, крыться ответ на вопрос, а правомерно ли полицейский применил оружие. Потому что именно в части 6 указаны те случаи, когда полиция может применять оружие без предупреждения. И вот давайте посмотрим и подумаем, действительно ли в этой ситуации было хотя бы одно из этих оснований. Нам нужно только одно. Не нужно все пять. Одного достаточно. И вот смотрим. Первое основание. При спробе особи, яку затримуя полицейский и с вогнепальной зброей в руках, наблизиться до него, скоротивши вызначенную нын відстань, чи доторкнутися до зброи. Этого мы можем точно сказать, что нет, потому что мы на видео видели, что человек убежал уже, да, от полицейского. Ну, убежал громко сказано, да, там на несколько шагов отошел. Но он точно на него уже не нападал. Второе. У рази збройного нападу, а також у рази раптового нападу и с застосованием боевой техники, транспортных засобов або других засобов, что загрожают житию чи здоровью людей. Мы видим, что раптового нападу здесь однозначно не было. Збройного нападу точно не было. И, конечно, вот то, чего мы не видели на видео, да, к чему, вот я вижу, да, где может докопаться, скажем так, адвокат полицейского, да, что на видео, ну, по меньшей мере, на тех видео, которые я видел, возможно, вы видели больше и можете дать однозначный ответ здесь, да, вот что делал мужчина, когда вот камера отвернулась, то есть не нападал ли он в этот момент на другого полицейского. Далее мы видим, что транспортные засобы человек точно не застосовывав, инчи засобы тоже не застосовывав, в руках у него ничего не было. Третье основание для применения оружия без предупреждения. Далее мы видим, что человек затриман или заарештована за вчинение особо тяжкого или тяжкого злочину, втекает и с застосовыванием транспортного засоба. Ну, это точно не наш вариант. Далее мы видим, что человек чинить оружный опер, тоже не наш вариант, потому что оружного опора там не было. И пятый вариант для припынания спробы заволодиты вогнепальную сброею. Вот здесь снова мы возвращаемся к вопросу, что делал этот мужчина, да, в которого стреляли в тот момент, когда вот в него непосредственно стреляли. Если человек пробовал заволодиты вогнепальную сброею, да, то, соответственно, там следствие, суд может прийти к выводу, что было правомерно. Но если соответствующих доказательств не будет, то, соответственно, мы говорим о превышении служебных полномочий. То есть, по сути, у нас есть два варианта, которые нужно, опять же, смотреть по видео. Я думаю, видео еще будут появляться, и мы с вами все однозначно увидим, что там произошло. И вот у нас, собственно говоря, вот этот вариант пятый. То есть, человек пытался завладеть вогнепальную сброею. И вариант какой? Напад из-за стосувания боевой техники. Ну, это еще, мне кажется, менее маловероятный случай, который там крайне сложно будет доказать, что было именно это. Итак, мы с вами выяснили, что полиция действительно имеет полномочия применять оружие в соответствии с действующим законодательством. При этом полиция при применении оружия должна, конечно же, предупредить человека об этом. Но закон предполагает и те случаи, исключительные случаи, когда полиция может применить оружие без предупреждения человека об этом. Были ли здесь эти случаи? Да, мы с вами, безусловно, узнаем. Причем узнаем, я думаю, независимо от того, что скажет следствие. Потому что, безусловно, эти видео, они появятся в сети. Мы все их сможем посмотреть. И для себя каждый определит, А действительно, были ли здесь эти основания? Да, было ли здесь превышение, соответственно, служебных полномочий полицейским? Трагическая ситуация. Но даже из этой трагической ситуации мы должны сделать вывод и кое-чему научиться. А научиться мы должны обращению с полицией. Мы увидели с вами, к чему контакт с полицией может привести. Чем это может закончиться. И нужно понимать, что все-таки данный человек, общаясь с полицией, ну, скажем так, мягко говоря, нарушил нормы морали общения с незнакомыми людьми. Как бы человек не относился к полиции, даже если они остановили его незаконно, да, мы пока этого не знаем достоверно, но тем не менее, даже если это была противозаконная остановка, ни в коем случае не нужно провоцировать людей с оружием. Ни в коем случае не нужно говорить им что-то такое, что может их спровоцировать. Почему? По результату. По результату этой ситуации вы увидели, что может быть в такой ситуации. Поэтому иногда лучше, лучше принять нарушение ваших прав, а спорить потом это в суде, но вы сможете это сделать, и вы будете живы. Вы сможете получить компенсацию еще с полиции. Вы можете получить компенсацию там расходов на адвоката, например. Но главное, вы будете живы и здоровы. Помните, что именно ваша жизнь и ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. Берегите его. В конце видео хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. В нем гораздо больше информации, и появляется она более оперативно, чем на ютуб-канале. Также я там отвечаю в комментариях на ваши вопросы. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Напомню также, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.